И еще одно доказательство агрессии России для суда в Гааге. Результаты расследования трагедии под Волновахой. Напомню, 13 января 2015 года возле блокпоста под обстрел из градов попал пассажирский автобус Донецк-Златоустовка, который остановился для прохождения контроля. Погибли 12 человек, еще 18 были ранены. Почти все пострадавшие мирные жители. И вот спустя два года украинские следователи определили, кто отдал этот преступный приказ среди подозреваемых полковник российской армии. Все подробности в сюжете. Усилить наблюдение. Самое главное сейчас наблюдение. А мы тут готовим, значит, танковый батальон усиленный и дивизион смерчей. В случае чего, значит, даешь команду, и мы накрываем смерчами и батальон выводим. Эту запись вместе со многими другими удалось перехватить и расшифровать сотрудникам СБУ. Отдает приказ полковник российской армии Анатолий Синельников. Выполняет бывший украинский военный, один из командиров артиллерии террористов Юрий Шпаков. Следствие установило, именно они виновны в гибели 12 мирных жителей вблизи Волновахи. Среди записей обнародованных СБУ шокирующие фрагменты разговоров боевиков не только между собой, но и с родными. Все нормально, Волноваху по блокпосту разнесли. Сейчас вот люди еду, говорят, что там много из их блокпоста пострадавших. Но комбат доволен. Я сейчас за рулем, я сейчас часть еду. Ну ясно, ну ладно. Блокпост разнесли в Калабу, для Синкробовский, за пацаном. Разнесли в мою умнички. Никто из этих людей уже не представлялся. Они использовались телефонами, так бы говорите, предплаченных послуг. То есть, два года мы потратили для того, чтобы найти эти разговоры, установить их авторов, идентифицировать и належность этих разговоров до обстрела, именно блокпосту в районе Волновахи. Обстрел вели из неподконтрольного украинским властям до Кучаевска. А это за 20 километров от места разрывов снарядов. Боевики выпустили 88 неуправляемых ракет по дороге Славянск-Мариуполь. Кроме того, из телефонных разговоров понятно, что стреляли без наводчика, по всем, кто находился, и по гражданским, и по военным. В прокуратуре говорят, останавливать расследование не будут. Теперь важно установить исполнителей. В то же время документы по двум ключевым подозреваемым уже готовы к передаче в суд. Известно, что Синельников покинул территорию Украины, получил очередное повышение и продолжает служить в российской армии. Шпаков находится на неподконтрольной украинским властям территории, так называемой ДНР. Фигурантов объявили в розыск. Им отправили сообщение о подозрении. Для задержания Синельникова обратятся в Интерпол. Но все же предполагают, судить их придется заочно. Им грозит до 15 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер.